Это, конечно, не Волга, а лишь ручей в поселке Солнечный, приток второй гуселки, который, в свою очередь, впадает в пруд второй зеркальный. Местные жители называют его зеркалка. Сейчас купаться здесь небезопасно. Все дело в сточных водах, которые сливают в этот самый ручей. Жуткий запах сточных канализационных вод ведет к дому 3Б по улице Уфимцева. Как ночь. Вечер начинается, и вот ночью несколько раз удушающий просто запах. Ну, канализационный. Прошло какое-то время, вот буквально там. Еще раз. И вот так несколько раз за ночь. В общем, знаете, дышать нечем. Окно открываете на ночь или опасаетесь? Закрываем зачастую ночью, потому что хочется открыть окно, а запах мешает спасти. Ужас полный. Требе на штом этаже не выносим. Что по эту сторону, что по ту. Зловонные канализационные стоки мешают жить и жителям дач, расположенных неподалеку. На обоих участках ручей уничтожил все деревья и растительность. Даже камыш и тот не выжил. Ну, вот остатки деревьев. Здесь у меня все погибло. Вот остатки черноплодки. Здесь у меня вот столбы стоят, там вот железные все. Там у меня была малина. Вот деревья погибли. Яблони вон там торчит, погибли. В общем, вот это была моя земля, которой уже нет. Жители даже вот тех домов, ко мне сегодня приходила соседка, вывешивается белье, снимается сухое белье, оно пропахивается, все воню. Жители домов Пауфимцева и члены нескольких садоводческих товариществ столкнулись с этой проблемой в 2019 году. Межрайонная природоохранная прокуратура не раз проводила здесь проверку совместно с Минприроды. Обследование территории установили загрязнение водостока хозяйственно-бытовыми водами. Вот как с запада начинается ветер. Ой, пошло, пошло. Окно закрывать надо быстро. И главное дело, они знаете что, хитрый маневр сделали. Суды начались, они что делают? Спускают в горячую воду в январе. Вот это вот ручей, пар валил, метр на три. А там на пруду вылетели? На пруду растаял лед. Парит речка. Четвертый или пятый день уже. Снимаю. Лоничь-то какая. Кошмар. Это вот та вот моя земля кончается. Здесь была чистая вода. Маленькие плавали рыбки здесь. Черепаха, вон там я застал, болотная была. Буквально на той неделе уточка была, невзирая на эту дырянь. Вот эту. Это есть отходы к производству. Жизнедельность человека. Вонь, конечно, не передаем. Какая там есть у вас. Вонят. Все, давайте больше не мусить. Вот это люди дышат эти. Рыбаки там ходят, ловят рыбку. Я говорю, что вы ловите? Они говорят, карасиков. Я говорю, не пахнут. Они говорят, пахнут. Жаришь их на сковородке. Они еще есть здесь караси даже. Старожилы говорят, что здесь был каскад прудов, который начинается с шестого квартала. Родниковой водой даже огороды поливали. Теперь же это источник не воды, а смердящего запаха. Строительную техническую экспертизу, когда начали проводить, и оказалось, что вот этот вот, почему вот это все образовалось? Потому что в ливневую трубу, которая здесь была проложена, сделали врезки канализационные. То есть все фекальные воды потекли вот сюда, вот к нам, в ручей. И когда вот стали по этой цепочке проходить, смотреть, и там столько врезок, вы не представляете, даже уследить невозможно, кто когда вот врезался. У нас в судебном заседании принимали участие 12 представителей юридических лиц. Потому что здесь и Т-плюс, и КВС, и Водосток, и правовое управление муниципального образования города Саратов, и само муниципальное образование города Саратов. Суд постановил, что отвечать за все эти безобразия обязан муниципальное образование город Саратов, который возглавляет Исаев. Вот, у него очень много ресурсов. Ущерб, причиненный водному объекту, составляет более 44 миллионов рублей. На протяжении судебных разбирательств мэрия во главе с Михаилом Исаевым не принимала действенных мер по устранению нарушений. Более того, по словам Татьяны Соломатиной, которая присутствовала на всех заседаниях, все представители заинтересованных юридических лиц каждый раз пытались снять с себя ответственность. Но Ленинский районный суд на этой неделе своим решением обязал администрацию Саратова устранить нарушения природоохранного законодательства.